В преддверии Нового года Александр Волгин надевает на себя красный халат, бороду, валенки, рукавицы и перевоплощается в Деда Мороза. Дарить праздники детям и взрослым впервые он начал около 10 лет назад. И практически сразу это занятие из простого дополнительного заработка превратилось в любимое дело. Приносить радость и веселье в дом, чтобы волшебство и радость была у детей, чтобы они верили и продолжали верить в сказки. Потому что в сказках же всегда добро побеждает зло. Ну хотя не только. Дети вынуждаются в сказке. Взрослых тоже надо туда возвращать. Потому что взрослые радуются так же искренне, как и дети, когда увидят Деда Мороза. Самый активный период новогодней кампании для Деда Мороза начинается в середине декабря. Главный символ праздника успевает поздравить маленьких саровчан дома, посетить праздничные корпоративы у взрослых, утренники в детском саду и школьные елки. Александр Волгин считает, что справиться с ролью Деда Мороза может каждый. Было бы желание. Если есть желание, есть чувство к этому, если ты хочешь не просто зарабатывать деньги, но приносить эмоции и получать также эмоции, то может каждый. Специально для тех, кто решил попробовать себя в роли известного новогоднего персонажа, в молодежном центре решили организовать городской конкурс и выбрать лучшего Деда Мороза. Организаторы планируют определить победителей в номинациях «Лучшая новогодняя команда», «Иностранный Дед Мороз» и «Лучшая игровая программа». Дед Мороз должен не просто прийти и сказать, давайте стишки расскажем, давайте хоровод поводим. Все это очень банально достаточно, и мы к этому привыкли. А нам бы хотелось от этой номинации получить чего-то неожиданного, креативного. Заявки на участие принимаются до 19 декабря, и итоги конкурса подведут 28 декабря в молодежном центре. Более подробной информации по телефону 99108 и в группе ВКонтакте молодежного центра.